Привет! Я Зина, я похудела на 30 кг и сейчас худею на еще 22 кг. В этом видео я расскажу о результатах второй недели своего нового забега на похудение и о той диете, на которой я похудела на 30 кг, когда худела в первый раз. Так что скорее поставьте лайк этому видео и погнали! Диета, на которой я похудела со 116 кг до 86 кг, называется диета Мантер. Не в честь бульонных кубиков, а в честь Маргарет Тэтчер, ради которой якобы она была разработана. Насколько это правда, я не знаю. Есть всякие разные документы там, где вроде бы как та самая диета, но там она уже совсем по-другому выглядит, чем в том виде, в котором она попалась лично мне. К сожалению, я не нашла сайта, с которого я брала все время меню. Это было в конце концов в 2013 году, в 2014 точнее, в январе. Вот, но я могу рассказать примерный смысл. Во-первых, это белковая диета и я сразу хочу такой небольшой дисклаймер сбросить, что пожалуйста, если у вас какие-то проблемы со здоровьем, ни в коем случае не садитесь на эту диету. Либо проконсультируйтесь сначала с врачом, насколько вообще целесообразно для вас сидеть на такой диете, особенно если у вас проблемы с печенью и с почками, потому что у этой диеты очень-очень жесткие установки и на этой диете можно очень-очень жестко посадить себе здоровье. Что я себе конкретно посадила, я тоже обязательно сейчас расскажу. Итак, сначала о том, что вообще это за диета, как она выглядит. Эта диета длится 4 недели. На первой неделе ты каждое утро завтракаешь одним-двумя яйцами куриными и половинкой апельсина или половинкой грейпфрута. Это первая неделя. Ужинаешь ты на первой неделе, как правило, либо мясом, либо рыбой с листьями салата или огурцами. На первое, чуть более разнообразные. Это могут быть пара яблок, либо тост с сыром и помидорами. Ну, то есть чуть-чуть поразнообразнее. На второй неделе начинается резкое ужесточение всего этого счастья, и количество яиц увеличивается где-то, наверное, штук до 20 за неделю. То есть так хорошо. Очень много яиц приходится есть. Кроме яиц, там разбавляется чуть-чуть овощами, может быть, вареными, куриной грудью с помидорами, ну, с какими-то такими вещами. Но, в общем и целом, это яйца, 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 яйца. На третьей неделе начинается вообще жесть. Первый день ты ешь только фрукты, второй день ты ешь только овощи, третий день ты ешь фрукты и овощи, на четвертый день это рыба с капустой, потом на пятый день это мясо с вареными овощами, и на шестой и седьмой день ты можешь есть только один вид одного какого-то фрукта. То есть либо это только яблоки, либо это только персики, ну, как-то так. Четвертая неделя более гуманна, более толерантная, меню гораздо более разнообразно выглядит, но это только на первый взгляд, кажется, что там все так хорошо, прекрасно, красиво. Потому что последняя неделя она снижает калорийность в день до 600-700 калорий. Почему это опасно, неразумно и не надо так делать, да, почему не надо снижать свою калорийность до таких параметров? У меня есть целая отдельная статья на Яндекс.Зен, я обязательно прикреплю ее внизу. Буду очень благодарна, если вы зайдете и прочитаете, может быть, что-то выскажите по поводу этой статьи. Вот. Сейчас же просто скажу, что это очень сильно бьет по метаболизму в целом, ну и по здоровью в принципе тоже. Как бы. Все очень просто. То есть эта диета действительно такая, очень своеобразная. Я худела на ней очень быстро, набрать потом вес тоже достаточно просто, если приходить к своему обычному режиму питания. И, в общем-то, это та причина, по которой диеты никогда не работают. Потому что, если ты не сидишь на ней всю жизнь, так или иначе, ты после диеты обратно разознаешься. У меня после этой диеты вес очень сильно колебался вверх-вниз, вверх-вниз. Я на нее садилась раз, наверное, 9-10 где-то так. Высидела целиком только два раза, но двух недель тоже, как правило, хватало на такой нормальный откат назад, на снижение веса. Потому что как раз-таки на первых двух неделях сильнее всего веса теряешь. Итак, какие минусы? Какие минусы по здоровью? Что было вообще? Люди, которые сидят на этой диете, в первую очередь жалуются на то, что у них резко падает качество волос и качество ногтей. Как это решается? Ну, вообще, желательно, когда ты на любую диету садишься, где-то за недельку до того, как ты на нее садишься, начинать пить омега-3 и продолжать ее пить в течение вот всей диеты, пока ты на ней сидишь, пока ты над своим организмом издеваешься, нужно ему какую-то поддержку витаминную оказывать, ну, в данном случае омега, и я бы советовала, конечно, еще какие-то витамины снимать. Что еще? Простите за интимные подробности, но начинаются серьезные проблемы с походами в туалет, потому что ты употребляешь слишком много белка и слишком мало клетчатки. То есть из-за того, что ты ешь очень много яиц, а яйца один из таких продуктов, которые тебе говорят, ну, сори, в туалет мы не получится сегодня, а-а-а. Вот. Поэтому нужно обязательно что-то придумывать в этой ситуации. Я для себя открыла лактулозу, это такой сироп, который считается как бы самым безопасным, слабительным, хотя тоже по желудку бьет очень неприятно. Третья проблема – это печень. Если у тебя большой лишний вес, когда ты начинаешь резко худеть, сбрасывать много килограмм, где-то на четвертый, на пятый день очень много жировых клеток высвобождается, вот эта вот вся гадость, она попадает к тебе в кровь. Печень работает фильтром, и если в печень попадает слишком много гадости, которые ей нужно отфильтровывать, печень не справляется, ей начинает становиться плохо, она может, как это сказать, может воспалиться, может распускать. У многих, кто имеет лишний вес, есть такое заболевание, как жировой гепатоз, то есть, в принципе, уже печень не здоровая, ей не хорошо и без того, а тут ещё и такой удар. Я начала принимать разные тоже витамины для печени, иногда пропивала даже курс эссенциале форта, то есть, ну, можно это решать тоже с этой проблемой. Варианты есть выхода. Ещё одна проблема – это у меня лично падало давление на пол. То есть, то у меня было очень сильное сердцебиение, моему сердцу было вообще плохо, очень сильно, то я могла только лежать и смотреть в потолок, то есть, даже, как бы, вообще сил никаких не было, голова окружилась и так далее. То есть, организм, давление, сердце от того, что ты резко снижаешь количество калорий, питаешься очень сильно неадекватно, говорит тебе, ну, знаешь, дорогая, я, пожалуй, пока передохну, пока ты там это, вот этой всей фигнёй своей занимаешься, я пока отдохну. То есть, тоже очень-очень с этим печально всё. Мне приходилось даже отпрашивать с работы. Ну и последний минус – это аллергии пищевые. Я лично заработала себе две пищевые аллергии на этой диете. Я очень долго не могла есть апельсины, потому что они сразу откладывались чешуей у меня на лице, и я не могла есть яйца, потому что меня после них в сутки минимум полоскало после этих яиц. Тоже, конечно, неплохой способ похудеть, точнее, плохой способ похудеть, но вот как-то так. Почему я всё-таки не жалею, что сидела на этой диете, и всё-таки было очень много позитивных моментов, хотя я ни в коем случае не советую вам садиться на эту диету. Ну, не надо вам. Да, это очень классный способ, очень быстро. За 28 дней похудеть килограмм на 10, на 9, на 8, где-то так. Но это очень опасный для вашего здоровья способ. Но я всё-таки не жалею, потому что это был первый раз, когда мне действительно что-то удалось, когда у меня получилось реально похудеть, и это было классно. То есть я сама себе доказала, что я могу, и я это сделала, и я высидела все 28 дней, и я сбросила 10 килограмм, и это было очень клёво. Когда я первый раз пришла в магазин, и не в магазин, где продаётся одежда XXXXL, а в магазин, где продаётся обычная одежда, и я обычных детей смогла её себе там купить после этой диеты, я уже не жалела вообще ни о чём. Потому что это было очень, конечно, неприятным бонусом. Плюс все вокруг ходят и говорят, вау, Сина, ты такая молодец, ты сделала, как здорово, и так далее. То есть, ну, восхищаются тобой, ты ходишь такой весь, да, я молодец, я сделала. Классно. Вот. Но быстрая диета, к сожалению, они опасненькие, и ни одна быстрая диета, она не даёт долгосрочного результата. Поэтому сидение на короткосрочных диетах, которые очень быстрые, как резкие, и очень быстро резко снижают вес, я за всю свою жизнь сидела на таких диетах на разных много часто, и я убедилась окончательно, что это плохой вариант. Очень плохой вариант. Прям сильно плохой вариант. Поэтому единственное, что можно сделать, это изменить свой рацион, режим питания, пищевые привычки, и так далее, и тому подобное, и только так можно чего-то добиться. Ну, это такая выстраданная годами идея, я не знаю, насколько я смогла вас в ней убедить, не знаю. Но переходим к главному. Что на этой неделе? На этой неделе я умудрилась простудиться. и не просто простудиться, я умудрилась застудить уши. У меня начал болеть лицевой нерв, челюсть, ухо, и я всю неделю провалялась в полудухом состоянии, мне было очень плохо. Я вообще особо не могла двигаться, просто такое вялое состояние, как вот такая вот амеба. Так что, как вы догадались, ожидаетной физической нагрузки на этой неделе не было. Какие результаты? Ну, это лучше, чем ничего. Могло быть гораздо хуже, могла набрать наоборот вес, могла вообще ничего не сбросить, но тем не менее, я умудрилась как-то расстаться с 900 граммами. Возможно, потому что мне есть не хотелось, честно говоря. То есть, мне было настолько хреново, что есть я не хотела вообще. Приходилось есть только потому, что нужно было пить лекарство. Печалька. Вот, сейчас мне уже, к счастью, гораздо лучше, я уже иду на поправку. Я надеюсь, что, может быть, на этой неделе я наконец-то смогу перейти к какой-то физической активности. По остальным пунктам я молодец. То есть, мне удавалось и соблюдать свои 75% по диете, и воду я пила, и сладкого не ела, и всё я делала правильно. В общем, была котиком по всем остальным пунктам. Справилась. Что же на эту неделю? Что будем делать-то с этой неделей? Чтобы как-то улучшить этот результат, потому что всё-таки 900 грамм за неделю это, конечно, хорошо, но не настолько хорошо, как я привыкла и как мне нравится. Ну, вот, чёртова привычка с магией осталась, что я люблю худеть быстро, мне приятно худеть быстро, и мне неприятно худеть медленно. Это всё-таки приятно, что я всё-таки худею. На эту неделю я хочу попробовать себе закинуть план на один килограмм, потому что вот эта вот неделя была очень грустная. Из вещей, которые я делаю, я даже не знаю, что добавлять, потому что я вчера ещё раз пересмотрела меню своей антиаллергической диеты, что мне можно есть, и стало как-то очень грустно. Опять. Потому что я вообще не понимаю, как из этого набора продуктов что-то готовить и как это вообще съедобно, чтобы оно было при этом. Поэтому я всё-таки оставлю себе свои 75... Право на свои 75 процентов. В офис нагрузки я буду ходить пешкарусов на этой неделе, потому что я боюсь, что рановато пока после такой неприятной болезни, которая ещё не совсем закончилась, начинать какую-то активную физическую деятельность и не хотелось бы себя угробить. И я прошу прощения за некоторую сумбурность этого видео, я всё ещё не очень хорошо себя чувствую. Пожалуйста, поддержите меня лайками, подпишитесь на канал и до встречи через неделю! 17 числа будет отчёт!